Мы продолжаем нашу работу и хочу предоставить слово Марии Юрьевне Кукош, Москва, роль пациентских школ в получении знаний по поддерживающей терапии в онкологии. Пожалуйста, Мария Юрьевна. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Во-первых, большое спасибо организаторам и лично Татьяне Юрьевне Семиглазовой за возможность выступить и поделиться перед вами своим опытом проведения пациентских школ. Тем более это приятно, что Институт онкологии имени Николая Николаевича Петрова обладает наибольшим опытом по проведению пациентских школ по разным вопросам поддерживающей терапии. Я вам хочу представить наш опыт проведения пациентских школ по нутритивной поддержке. Актуальность этой темы не вызывает никаких сомнений, однако хочу подчеркнуть, что достоверные сведения о достижении клинической онкологии доступны, как правило, лишь узкому кругу специалистов. Средства массовой информации практически самоустранились от информирования населения по актуальным вопросам клинической онкологии. И онкологические пациенты и их родственники вынуждены довольствоваться подчас ложными сведениями, подчеркнутыми из-за случайных источников, что лишь усиливает их состояние психологического дистресса. При этом мы с вами не всегда имеем возможность, прежде всего временную возможность, детально останавливаться при беседе с пациентами и их родственниками на вопросах поддерживающей терапии, в частности на вопросах нутритивной поддержки в процессе противоопухолевого лечения. В то же время актуальность этой проблемы очень велика, она более значима, чем мы можем себе иногда представить. И мы знаем, что разные опухоли злокачественные, они по риску развития нутритивной недостаточности очень различны. Например, есть пациенты ракомолочной железы, страдающие, имеющие риск нутритивной недостаточности, достаточно небольшой. А имеется группа опухолей из так называемой красной зоны риска. Это опухоли головы и шеи, опухоли нижних верхних отделов пищеварительного тракта, при котором нутритивная недостаточность в процессе противоопухолевого лечения развивается практически в стопроцентных случаях. Эффекты нутритивной недостаточности специалистам очень хорошо известны. Это снижение иммунитета, это мышечная слабость, это быстрая утомляемость, вялость, апатичность наших пациентов. Это потери концентрации, потери мотивации, развитие депрессии, развитие анорексии, расстройство образа собственного тела, снижение потери себя обслуживать. То есть это социальная дезориентация, дезадаптация и возникновение неприятного момента как зависимость от других людей. Таким образом, цели проведения пациентских школ мы видим улучшение результатов противоопухолевого лечения на всех его этапах и улучшение качества жизни пациентов. При этом задача пациентской школы по нутритивной поддержке – это предоставление объективной информации о влиянии злокачественной опухоли на организм, информирование пациентов и их родственников о правильном пищевом поведении, информирование о необходимости проведения самоконтроля за весом индекса массы тела в процессе противоопухолевого лечения и обучение наших пациентов практическим навыкам, таким как правильном взвешивании, правильном расчете индекса массы тела, расчете индивидуальных белково-энергетических потребностей и введение так называемых пищевых дневников. Я далее остановлюсь, о них отдельно. И также информирование о существующих специализированных продуктах питания для онкологических больных и обучение правилами их приема. Программа проведения пациентской школы представлена на этом слайде. Мы их проводим на базе специализированной онкологической клиники, проводим их с частотой раз в три недели. И само время проведения пациентской школы занимает около часа. На первом этапе наши пациенты, их родственники, которые приходят на пациентские школы, заполняют анкеты для выявления скрининга нутрительной недостаточности. Затем идет презентация, которая занимает около 30 минут. Который содержит данные рекомендации с пеной русской, изложенную доступным языком, богато иллюстрированной и наглянной для наших пациентов. Затем небольшой блок – это обучение практическим навыкам, которые я уже перечислила. И ответы на вопросы, и тестирование сиппинговых продуктов. Вот здесь представлена анкета для определения риска нутритивной недостаточности, которая заполняют наши пациенты. А вот пищевой дневник, о котором я уже упомянула. Всегда вопрос стоит перед пациентами, не только перед пациентами, но и перед врачами-онкологами, которые так или иначе вынуждены заниматься нутритивной недостаточностью. Все, причем врачи-онкологи всех специальностей с этим вопросом сталкиваются. Как оценить неадекватное потребление пищи пациентам, и также как его задокументировать. Вот посмотрите, пищевой дневник, он состоит из двух частей. Верхняя часть – это оценка аппетита, а нижняя часть – это оценка потребления. Визуальная оценка потребления пищи выражена вот в этих тарелочках. Сколько пациент съедает порции, столько, соответственно, он и заштриховывает. И зная примерный рацион пациента, особенно это легко оценить, когда пациент находится в стационаре, мы можем выявить масштабы белково-энергетической недостаточности и, соответственно, правильно ее коррегировать. Дальше пациентам мы предоставляем данные о потребностях организма при онкологическом заболевании и учим пациента правильно рассчитывать эти потребности. Также большое внимание мы уделяем во время проведения пациентских школ развеиванию так называемых мифов о онкологическом питании. Вот здесь представлен нам слайд, так называемый диета гершона. Я не знаю, специалисты сталкивались ли вы с такими вопросами, я сталкивалась. Пациенты спрашивают, что такое диета гершона и как она может помочь им в проведении их противопроувлечения. Это один из мифов об онкологии, который мы должны развеивать. Наши грустные клинические реалии, связанные с проведением нутритивной поддержки в стационаре. Всем нам известен неверный посыл, когда кушать некогда, надо лечиться. Больничный рацион разрабатывается без учета национальных, культурных, расовых, религиозных предпочтений. Таким образом, около 70% больничной пищи оказывается в ведре несъеденным. Также, естественно, все мы знакомы с таким явлением, как неаппетитная подача больничной пищи. И, к сожалению, даже не во всех стационарах есть специальная отведенная комната для приема пищи. И самая грустная тенденция изображена на последней строчке, что большинство медицинского персонала и пациентов считает, что при противоопухолевом лечении потеря массы тела – это неизбежная плата за лечение от рака. Мы с этим обязаны бороться. Пациентам необходимо говорить, что можно есть ту пищу, которая не противопоказана, что питание должно быть дробанное 5-6 раз в день, что пища должна быть красиво оформлена и сервирована, что пищу следует принимать в приятной обстановке в проветриваемом помещении, и что во время проведения противоопухолевого лечения первостепенной задачей является не допустить потери массы тела, особенно скелетной мускулатуры. Здесь в продолжении того слайда о мифах показываем, что диета для онкологического пациента должна исключать те продукты, которые изображены на этом слайде. Есть, естественно, особенности питания, которые необходимо учитывать при проведении отдельных видов противоопухолевого лечения, например, химио-лучевой терапии на органы малого таза. И в конце проведения пациентской школы пациент каждый получает такую брошюру, где изложены, в общем, краткие тезисы того, что он услышал на пациентской школе. За 20 месяцев проведения пациентских школ их посетило 655 больных и их родственников. Но, к сожалению, посмотрите, вот этот слайд, в общем, неутешительный, потому что основной контингент наших больных – это были женщины, страдающие раком молочной железы. И, с одной стороны, это наиболее социально активная группа пациентов, с другой – эти пациенты, они в меньшей степени нуждаются в нутритивной поддержке, чем, например, пациенты так называемой «красной зоны риска», которая составила всего лишь 16 пациентов. То есть та информация, которая необходима, прежде всего, пациентам, страдающим опухолями головы и шеи, раком пищевода, раком прямой кишки, они эту информацию, к сожалению, не получили. Таким образом, выводы пациентской школы востребованы у наших пациентов и их близких. Проведение пациентских школ способствует преодолению информационного вакуума и чувства тревожности у пациентов и их близких. Реализация информации о рекомендации, полученных на пациентских школах, улучшает качество жизни пациентов и способствует полноценной реабилитации пациентов. Также важно, что пациентские школы помогают налаживанию взаимопонимания и продуктивного сотрудничества по линии врач-пациент и врач-родственник пациента. И пациентские школы способствуют, в общем, такой немаловажный момент, посмотрите, способствуют приверженности пациента к данному лечебному учреждению. Ну и также, что важно для наших администраторов здравоохранения, что организация проведения пациентских школ не требует дополнительных материально-финансовых вложений от администрации лечебно-профилактического учреждения. Также хочу заметить, что в наших с вами профессиональных компетенциях указано, что врач-онколог должен заниматься просветительской деятельностью. И на наш взгляд, одно из видов просветительской деятельности на сегодняшний день – это является организация и проведение пациентских школ. Наши горизонты. На наш взгляд, очень важно наладить взаимодействие с пациентскими организациями. Очень важно организовать проведение пациентских школ не только на базе стационаров, но и на базе амбулаторных звеньев наших, в частности, онкодиспансеров. Важно проведение пациентских школ для пациентов 4-й клинической группы и родственников, и лиц их обслуживающих, потому что проблема, например, с нутритивной недостаточностью у этой группы пациентов еще более выражена, чем у пациентов курабельных наших. И популяризация идей проведения пациентских школ среди профессионалов. И в конце хочу заметить, что больше пациентских школ по различным вопросам поддерживающих терапии и реабилитации. Спасибо за внимание.